А когда говорить там? Здрасте, не здрасте Иди и говори Техцентр ОМЗАП, добрый день Флиал полку Долгопрудный Сегодня покажем вам и расскажем, чем мы занимаемся На текущий момент Ай-40 Капремонт двигателя Двигатель какой? G4 ENA Обычная ENA Уже КТ на эти модели не ставились Двигатель на стадии согласования Разобрались Задефектовали, ничего нового Задиры В принципе, все стандартно Ждем решения от владельца автомобиля Что делать дальше? А что плюс-минус вилка по стоимости капремонта? Там, наверное, порядка 280 Да, где-то так Все зависит от состояния коленвала Гарантия полгода Полгода, либо 30 тысяч Потому что один коленвал стоит достаточно весомый И также дополню По запчастям, если вы предоставляете Свои оригинальные запчасти После проверки мастерам, тоже гарантия распространяется Да, все верно То есть обсуждается на стадии согласования ремонта Так как некоторые привозят даже оригинальные запчасти Но они в оригинальных коробках могут быть контрафактными Совершенно верно С этим часто сталкиваемся Санта-Фе Двигатель Д4ЕБ Та же история А, тоже? Ух ты! Ну, почти та же Да, здесь вообще была проблема с системой охлаждения Что тут творится? Газы, газы были Сняли двигатели Для упрощения более быстрого демонтажа ГБЦ Ну и сделали мы это не зря Так как после того, как сняли ГБЦ В самих цилиндрах мы также обнаружили Большие задиры Плоскость самого блока Коррозировала большие раковины То есть блоком будем также заниматься ремонтировать Сергей, а еще такой вопрос Я правильно понимаю, когда у нас клиент обращения идет на ремонт дизельного двигателя Старого, допустим, такого, как eBay, EA или, допустим, G3 Не всегда у нас получается его отремонтировать По причине того, что нет запчастей вообще в целом И ремонт уже не целесообразный этих моторов Просто некоторые пишут Вы не можете мне починить там G3 мотор Да нет, починить мы можем все Можем и G3, и EB, и EA Но стоимость запасных частей достаточно велика И если двигатель пострадал сильно Коленвал, аэрспидвалы, ГБЦ И много деталей требуют замены Там и ценник соответствующий Там может и 600, и 700 тысяч получиться И владелец чаще принимает решение Купить там контрактный двигатель тысяч за 150 И надеяться на удачу Это несколько раз дешевле случается чем Да, 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 да Редко кто Но все-таки есть люди, которые Я люблю свою автомобиль Помню С нулевого пробега Просто жил у меня 10 лет И еще хочу на нем столько поесть И готов потратить и 600, и 700 Их немного, но такие есть И в принципе тратят и катаются И наслаждаются Вот это интересные машины И осид, там ролики уже тоже по ней были G4FG Также двигатель задефектовали Клиенту все показали и рассказали Он все-таки решил не заморачиваться с ремонтом А давай мы сделаем сейчас Другой двигатель И я вставлю А, и расскажем, да? Да, краткий сюжет С дефектовкой мотора Давай Сейчас вот Оп Разобрали двигатель Каких-то криминальных моментов во время разбора Не было обнаружено Вот у нас коренные вкладыши Состояние цилиндров Такой, скажем, естественный износ Никаких задиров А цвет для 100 тысяч Это, приемлем? Вполне Вполне Не сильно угорал Никакого, да Мазута, гудрона Там ничего нету Далее у нас Состояние коленчатого вала Поршней Поршней Массово-съемное залегшее? Да, закоксовано, залегшее Но на самих поршнях Чисто вот Чисто естественный износ Все Не более того Еще все замерим Они все Все примерно Одинакового Равномерный износ Да, равномерный износ Также Кладыши все замерим Есть небольшие Видно, что что-то попадало Но это не влияет на работу особо Распредвалы, да? Распредвалы видно, да Но это для всех корейцев Скажем так Нормальная история Царапки Да, такие царапки Работало, скорее всего, с абразивом С грязью Может быть плохой масляный фильтр Может быть еще что-то там попало В какой-то момент Здесь вот видно на простейле Но это бы все ходило, да? Это все, да Есть, никаких проблем Масленный насос в конце Масленный насос в конце Вот Все хорошо, кроме Кроме упорного вкладыша Упорного подшипника Коленчатого вала Вот такая история Обычно она происходит На автомобилях С механической трансмиссией Когда вся нагрузка Уходит на него Он его расплющил? Соответственно, да И на коленчатом ваву Здесь у нас есть Место, где он работает А, ну тоже потерплено Да, это В процессе полировки В процессе полировки Да, выяснится Как это все там повлияет Будет ли приемлемый зазор После всего этого дела Дальше Соответственно, вот эти детали Были в поддоне у нас Дальше они попали Через маслоприемник В масляный насос Сам насос Скажем так Не пострадал Все это пролетело дальше Дальше в его Перепускной клапан Там виден этот мусор И в какой-то момент Клапан просто подклинивал Вот этот поршень В корпусе Частицы попали Между его клапаном Да, между поршнем Да И цилиндром Перепускного клапана Соответственно, давление У нас сливалось обратно В поддон Вот и все Чего, как? Внешность Изясuje Внешность Да Итак у него Ну Все Давай сюда Вот если Четыре Сада А этого хватает Для хорошего масляного Вот У-у-у Так тут вообще Десяточка Вот он и стук Вот он Видите, да ら есть стрелочке Я просто включаю где себя погрешность спортивном режиме потому что владелец сказал что в спортивном режиме недостаточно ты сплатируешь пошли ну и как и только что мы сейчас согласовываем все это продолжаем маджентис ждем дизельный маджентис очень резины дождем от автовладельца контрактный двигатель опять же сняли поддон многочисленная с мотор да да многочисленная стружка и он сразу сразу сказал даже не надо мне дефектовать разбирать снимать ждем я привезу другой мотор и соберем то что по цифре он также здесь понимал если там с русского мотора и коленвал пострадал пробег на двигателе большой там и гильцовка наверняка понадобится с ремонтом выйдет но однозначно там 400 плюс поэтому ждем от него двигатель соренто бензил летний проект наш да 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 далее у нас будем снимать гидротрансформатор для проверки гранд старокс наш постоянный гость упала здесь также отсутствует двигатель на как он находится в ремонте причина восстанавливать до 4 cb до 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 4 cb евро 4 причина они своевременно замена шайб от форсунками прогорели и шайбы рассорился заборник масляный пропало давление а эксплуатация продолжалась в итоге пострадали вкладыши коленвал в общем капремонт вот и вся причина своевременно меняйте шайбы следите чтобы картерные газы были в норме киа карнивал автомобиль готов здесь был капремонт двигателя двигателя d4 hd ролик на нашем канале есть по процессу сборки двигателя здесь уже идут с алюминиевого сплава не чугунная как на всех дизелях ну с ним мы тоже справились уже тестировали прокатались прокатились ждем когда его заберут здесь у нас автомобиль бонга готов махав готов акцент готов палисад на роликах уже всеми нам знакомы любимый причем анатолий рассказывал показывал есть двигатель находится в ремонте с пробегом небольшим да там что-то в районе 40 насколько помню 39 до 39 и что еще игра старых ремонта кпп все далее только можно пройти показать что у нас цепку а вот спорт и стоит а до спорта с интересный интересный автомобиль готов в ночь затонирована в ночь затонировал номера отсутствует но уверен соответствует документам мы все проверили санта-фе сегодня привезли на эвакуаторе 4 к е 2 и 4 бензин ехал по трассе пропала тяга заглок обратился в сервис поменяли стартер поменяли а к б автомобиль запустился но и застучался шатун просится наружу да привезли к нам еще раз послушали есть на характерные ступики как вот ты сказал шатун просится наружу будем снимать разбирать дефектовать пойдемте я думаю потом покажем да портер 1 немножко устал это гнездо для этого немножко устала силы у меня все-таки есть на меняем все тормозные трубки на медленно и ты все дома мы чуть пробуем вы не будем рассказывать бмв бмв сотрудника тоже купил ее очень плачевном состоянии все пытая просто выделяю смотрел вот это я конечно кайфанул суши насколько надо любить свою машину чтобы его автомобиль девуносто четвертого мне кажется года да 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 вот так он сделал порог я карнивал пробегом порядка 160 тысяч правильной эксплуатации правильного обслуживания что на 160 тысячах автомобиль ездит и горе не знает человек подходим типа прям мы такие чик заходит а идем вот так анатолий если есть минуточка хотелось бы понять чем все-таки проблема или почему так происходит кто-то вот 160 до 1000 пробега ничего ужасного с двигателем нет просто профилактика устранение мелких течи у кого-то там 40 тысяч 60 и все уже мотор умер от качества обслуживания да и своевременного ну первое самое главное конечно конечно обслуживание то есть это оригинальное масло своевременная замена уход вообще в целом то есть манера езды где машина обслуживается вот второй момент опять же не нужно валить в одну кучу есть евро 5 допустим вот она отходила в этом что тысячи никаких проблем есть евро 6 где проблема с забиванием коллектором экологии очень прям распространенный проблемное какое место да и третье третье опять конечно качество топлива я вот сейчас скажу ну вот люди у меня приезжают и они они говорят я только на лукойле игра а я знаю что вы только на лукойле лукойл сожалению под класс евро 5 евро 6 очень плохо подходит вот такая одна из проблем и да да машины после восемнадцатого года качество резиновых изделий то есть прокладки какие-то до качества стола гораздо ниже и хуже спасибо а здесь мне сказали да а x35 здесь тоже большой объем работ чего коробка разобрать а вот и бублик здесь мы меняем корпус дифференциала а кпп как обычно промвал сгнил и немножко там соленбоки по ходовой стойки стабилизатор принципе а стоп и моем радиаторы моем радиаторы преддверии жаркого сезона процедура то что надо а вот у нас соренто здесь 2 и 4g 4 к яска прямой двигателя застучал также шатун просил себя наружу идет процесс снятия мотора опа сашка сашка не докажете да не поймаете а агент мотор тут вот это вот сид который показывали же 4g вот владелец привез его в таком состоянии ну и состояние как надо при дожечке вы не затер чисто смотря визуально на наш взгляд очень даже достойное решение а далее же показывает только время когда поставим пройдет обкатку порядка полутора тысяч приедет на замену масла уже будет понятно действительно ли это был правильный выбор поставить контракт чем восстанавливать свой но опять бродяга портер 1 здесь у нас многочисленные течи по двигателю начиная с сальника коленвала переднего заднего сальники баланс валов клапаны и крышки плюс районе вакуумного насоса течет поддон крутая трубка гу в общем все что можно все течет устраняем течи а их 35 здесь меняем промвал так как он взял и сальник углового редуктора так как появилась течь x35 и соренто одна цена на замену полно на ремонт полного привода нет новым санта пора по работе в принципе да там работа тоже по стоимости запчастей немного отличается корпуса разные и раздатки разные смотри какой в дыбы стал конь да как будто улететь хочешь да куда то здесь мы пошли навстречу постоянному нашему клиенту до проблема с датчиком массового расхода воздуха вот таким образом подняли ненадолго там подсоединить провод надо чтобы он смог двигаться дальше спортаешь здесь ничего ужасного плановое то меняем масло фильтра также промоем инжектор заменим свечи все сходовой здесь все в порядке токарный цех также работает как всегда без выходных сегодня в ремонте здесь установлены уже g4 на 1 2 на гильзов куда на гильзов куда не назначен под гильзы нет ростовщик редко когда делаем только по желанию клиента и как правило не это делают с последующей продажи автомобиля чтобы удешевить ремонт это g4 к д принципе все как всегда ежедневно это делаем рутина так сказать ну а это также ожидающие до своей очереди что еще плоско шлифовальный пока свободен ждем когда загрязываются блоки отдали уже сюда вот какая-то сотри интересная штука а это блок с бмв также загрязывался до загрязывали плоско сделали все на отдачу готов ну и ванна для опрессовки нагревается вода же борисоваться да 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 опрессуем головку если же с ней все хорошо сразу же на шлифовку и далее на сборку grand star x здесь уже объем побольше здесь происходит замена турбина чистит масло заборник видимо были проблемы до меняем сабы шайбы под форсунками вот кстати grand star x который был на улице этого не сделал теперь мы разобрали мотор и здесь можно сказать та же история владелец заменил шайбы под форсунками как сильно газела но заборник он чистить не стал теперь это сделаем мы так как после того как он проехал там несколько десятков километров после замены шайб загорелось давление масла здесь санта-фе опять наш любимый да наш любимый d4 а здесь большое то включая замену грм ну в принципе в принципе большому счету на сегодня наверное все все до новых встреч всего хорошего до свидания